Коронавирус одесскому кинофестивалю не помеха. Показ фильмов, а также церемония награждения в этом году пройдут онлайн. Количество зрителей на сайте ограничено, поэтому киноманам стоит приобретать билеты заранее, просмотры на отдельные дни или же абонемент на все время проведения фестиваля. В этом году режиссеры со всего мира представят 120 фильмов. Подробнее о самом интересном на Одесском кинофестивале, расскажет моя коллега Татьяна Борубей. Одесский кинофестиваль переехал в онлайн. С 25 сентября в открытом доступе появились десятки кинолент. Однако открытыми для зрителя они будут только в определенный промежуток времени. Для каждого фильма он разный. Даты можно посмотреть на официальном сайте фестиваля. Зрители уже увидели несколько самых ожидаемых картин этого года. Фильм «Номера украинского и польского производства», снятый по пьесе Олега Сенцова, рассказывает о жизни людей в тоталитарном обществе. Все люди подчиняются одному правителю и его строгим законам, без права решать даже то, кого любить. Однажды в мире номеров появляется чужак, который вдохновляет людей на возвращение права свободного выбора. Мировая премьера фильма состоялась в рамках программы специальных показов «Берлина Респешл» 70-го юбилейного берлинского кинофестиваля в начале этого года. Претендент на «Оскар-2021» фильм «Атлантида украинского производства» также уже доступен для зрителя. События картины происходят в 2025 году, где Украина победила в войне на Донбассе. Однако территория больше не пригодна для жизни. На фоне разрушенных городов бурлит жизнь, что символически означает, что у Донбасса есть будущее. Впервые «Атлантиду» показали на Венецианском кинофестивале в прошлом году, где фильм стал лучшим в секции «Горизонты». В нашем фильме снимались исключительно непрофессионные актеры. Почему? Потому что мне важно было в первую очередь, чтобы мои герои, мои актеры имели опыт военных действий. В этом году украинский кинематограф представят и в жанре анимации. Картина «Виктор Робот» открывает зрителю далекое будущее. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать планету энергии, перестала работать. А единственный, кто сможет ее починить – дедушка маленькой Вики и создатель светила, который таинственно исчезает. Девочка вместе с крохотным роботом-помощником по имени Виктор отправляются на его поиски. Анимационный фильм придется по вкусу не только младшему зрителю, но и всем любителям анимационных фантастических лент, уверяют создатели картины. На национальную конкурсную программу в этом году вошли 8 полнометражных и 11 короткометражных лент. Среди фильмов отечественного производства зрители смогут посмотреть еще несколько картин. «Бес», «Урсус», «Кавказский бурый медведь», а также картина «Мой милый дом». Татьяна Барумбей, Виталий Хеми, телеканал «Репортер».